Приветствую вас, мои коллеги, конечно, правы, когда советуют вам обратиться, ну, приватно, за помощью, проработать этот момент, связанный с тем, что вы проектируете образ своего отца на своих мужчин. Мне хочется сказать вам так. Я понимаю, что, может быть, вы не захотите работать с психологом, я понимаю, что, может быть, вы не захотите работать приватно, и потому я постараюсь дать вам такое небольшое направление в том, что вы можете, в принципе, сделать сами. То есть, поскольку вы занимаетесь саморазвитием, то, я думаю, вам это будет не так сложно, как могло бы, например, быть. Значит, что я вам хочу сказать. Ну, во-первых, ваш папа, который вас ругал. Вот, как вы думаете, почему ваш папа хотел так сильно, чтобы вы заняли первое место? Ну, казалось бы, ну, вы делаете то, что делаете. Вот, казалось бы, отец любит, там, дочь, он рад любым ее успехам, но нет. Ваш отец почему-то, именно почему-то хотел, чтобы вы были вот, ну, кем-то, чтобы вы достигли каких-то именно успехов, и он вас ругал. Вот, у такого подхода, у такой формы отношения, если угодно, есть два объяснения, две причины. Первая причина – это то, что ваш папа хотел для вас хорошего будущего. Ну, это, знаете, такое вот понимание взрослых, понимание взрослых вместо того, что нужно ребенку для счастья. Вряд ли вы здесь в чем-либо виноваты, вряд ли вы здесь смогли как-то на ситуацию повлиять, и тут нужно только понять, что ваш отец вас очень сильно любил и любит, вот. И, собственно говоря, понять нужно еще и то, что, ну, как бы, он сразу для вас. Это только при условии, если он действительно, по вашему мнению, хотел, чтобы у вас все было хорошо. Это можно определить по его направленностям. То есть, чьи интересы, чье самочувствие, грубо говоря. Я самочувствую, я по самочувствиям, я здесь понимаю, душевное самочувствие, по самочувствиям я здесь понимаю, как бы, физическое, психологическое состояние и так далее. Так вот, определить это можно через, вот, вопрос. Психологическое и физическое самочувствие было важно вашему отцу. Своё собственное или ваше Вот по большому счёту Глобальным смыслом Попробуйте ответить себе на этот вопрос Вопрос знаете ли очень важный Потому что от него зависит понимание вашей ситуации Вообще-то говоря, ваш страх Который вы испытываете То есть вот это вот неуверенность Происходит именно из-за этого Из-за непонимания того, почему ваш отец так себя с вами ведёт Вам нужно это понять Понять, что в любом случае Вне зависимости от того, какую цель преследовал ваш отец Вашу ли Да, то есть хотел он, чтобы у вас все было хорошо Свою ли То есть как-то через вас реализовать свои какие-то потребности, желания и так далее Но в любом случае, когда отец вас ругал Как вы говорите Он общался в этот момент не с вами, а с собой Именно через вас отец пытался так или иначе реализовать то, что ему казалось правым А вы Вы оказались только лишь Ну, если говорить шаблонно, то вы оказались не в том месте, не в то время Если говорить более профессионально, то вы оказались не самой целью А вы оказались средством для достижения вашего папы и своих целей Да, это очень неприятно осознавать Да, это не очень здорово Вашего отца это, конечно же, не красит, безусловно Но, тем не менее, когда и если вы Вот этот момент для себя поймёте Что ваш папа говорил не с вами, а с собой В момент, когда, значит, вас фугал Вот как только вы этот момент для себя поймёте У вас тут же не будет никаких проблем Конечно, не сразу Конечно, это постепенное понимание Потому что, ну, страх, он ещё будет Он так просто никуда не уйдёт, к сожалению С ним нужно работать Но есть Это основная причина Которой вам нужно самой подумать Я думаю, вы справитесь с этой задачей Дальше Что же касается самого страха То есть, ну, вам здесь может помочь По сути дела, перевод Перевод причины вашего страха В, ну, знаете Из иррациональной сферы В сферу, в большей степени Осознанную, рациональную Что для этого нужно? Для этого нужно спрашивать себя Чего вы, собственно, боитесь? То есть, вот Вы, наверное, сами замечали в себе Что вы чувствуете, что виноваты Но в чём именно виноваты, не знаю Вот каждый раз, когда у вас есть Такое вот ощущение Ощущение, что вы виноваты, да Вы себя спросите О всём и виноваты Просто вот спросите Я сделал ли я что-то не так? И ответьте себе на этот вопрос И раз за разом, если нужно Отвечайте себе на этот вопрос Каждый раз спрашивайте себя Действительно ли вы сделали что-то не так? Если сделали, то что? Исправьте обязательно А если не сделали, значит волноваться не о чём Определите для себя Как можно конкретнее Что есть для вас неправильное Ну, неправильное поведение Неправильный поступок Чтобы на что-то ориентироваться Чтобы на что-то операться Если угодно Если угодно Выпишите Но обязательно Составьте такой вот список Чтобы вам было легче Чтобы вам было понятно Чтобы Вам было На что Опираться Чтобы у вас была Точка отсчёта В которой бы вы Чувствовали Чувствовали бы Опору Совершенно Определённо Что Без точки опоры Никак Не Получится Быть уверенной В том Что Вы делаете всё верно То есть Смотрите Какие есть Направления Вашей деятельности Смотрите Какие есть Направления По решению Вашей проблемы Первое Это Осознание Того Почему ваш Папа Так себя Вёл То есть Понимание Вашей роли В его отношении И Смещение Этой роли С Главной На Второстепенную Я бы сказал В некоторой степени Даже Роль Пассивную Это вот Точно Очень Было бы для вас Хорошо И правильно Пассивная роль Дальше Проработка Обязательно Самого страха То есть Постоянное Чем больше Тем лучше Перенесение Его Из Области Ир Рационального Необъяснимого В область Как раз таки Понимания В область Основаемого И так далее То есть Постоянное Одёргивание Себя Постоянный Контроль Постоянное Вот Наши Постоянное Отслеживание Того Чего именно Вы боитесь И вот Я думаю Что В совокупности Совместные Эти два Способа Эти два Направления Помогут вам Вашу проблему Решить Ну По крайней мере Они помогут Решить Её Вам На том Уровне Максимально На том Уровне На котором Вы могли бы Ну Условно говоря Справиться С сам Для Для того Чтобы Всё таки Искоренить Проблему Полностью Вам наверное Имеет смысл Действительно Поработать Со специалистом Приватным Потому что Например Определить Триггер Который Является Основным Ну например В случае Если ваш отец Преследовал Как будто Свою цель Допустим В том Чтобы Заставить вас Занимать Определенные Места В Конкурсе Значит У него же Для этого Были Основания Свои А какие Именно Свои Основания Были У отца Этого Момента Вы не знаете Потому что Наверное Вам это Непонятно Но Проработать Именно Это Со специалистом Вообще Говоря Мощно И Что Уж Скрывать И даже Нужно Вот В принципе То Что Можно Вам Сказать Вот В принципе То Как Вам Можно Помочь Вашей Ситуации Как Вам Можно Справиться Со Своим Страком Со Своим Вот Таким Своей Проблемой Проблемой Я бы Сказал Серьезной Серьезной Потому что Вы Из-за Этого Не можете Налаживать Отношения С Мужчинами Мужчинам Действительно С вами Может быть Достаточно Тяжело По этой Прочине И Если Вы Хотите Успешную Личную Жизнь А я уверен Что Вы Ее Хотите То В таком Случии Нужно Активно Работать На Этой Проблемой Поскольку Вы Говорите О том Что Занимаете Саморазвитием То Вам Ну У Развитом Мышления В том числе Аналитическое Мышление И Я думаю Что У вас Все Получится Я думаю Что Вы Сможете Справиться С По крайней Мере Все Шансы На Это Ездить Если Будете Работать Самостоятельно То Займете Ну Промет Больше Времени Чем Например Заняло Было Возможно Если Вы Работали Со Специалистом Потому Что Со Стороны Как Виднее Как Это Все Происходит У Вас Решат Вам А я На Этому Заканчиваю Надеюсь Что Помог Вам Если Какие Вопросы Оставили Дополнительные Обращайтесь В личку Помогу Если Вам Понравился Мой Ответ Будем Благодарен Если Сделаете Его Лучше Желаю Вам Всего Доброго И Удачи